Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудаем. Коротко о главных темах выпуска. Дым по всему городу в Рязани произошел крупный пожар. Единый день голосования. Единая Россия подводит итоги Праймерис. Уникальные люди, покорившие Аляску. В Рязани появился памятник Лаврентию Загозкину. Многие рязанцы стали сегодня свидетелями того, как пожарные машины спешили в сторону поселка Строитель. Мгновенно в соцсетях стали появляться фотографии пожара. Серьезное возгорание произошло на картонно-рубероидном заводе. Клубы дыма были видны на другом конце города. О том, в чем причина пожара и насколько ситуация серьезна, мы узнали у начальника отдела информационного обеспечения регионального управления МЧС Дмитрия Гаврикова. Который находится на месте тушения пожара. Сообщение о загорании в промзоне поступило на пульс в 13 часов 42 минуты. На момент прибытия было установлено, что происходит загорение в цехе на территории Рязанского картонно-рубероидного завода. Площадь пожара составила около 400 метров квадратных. В тушении пожара участвовало 9 пожарных расчетов. Причина пожара – ущерб устанавливают. На момент прибытия от пожара был происходим второй номер сложности. Более подробно о пожаре расскажем завтра. А теперь к другим темам. Рекордное число избирателей приняли участие в праймере с «Единой России». Более трех миллионов человек по всей стране пришли на участки избирательных комиссий, чтобы отдать голос за своего кандидата. Подробности в сюжете. Дебаты и общественное слушание позади. В минувшее воскресенье состоялся единый день голосования партии «Единая Россия». Отдать голос за своего кандидата пришли почти 2500 рязанцев. 47 избирательных счетных комиссий, более 200 кандидатов в депутаты Рязанской городской думы. Борьба развернулась нешуточная. Пять человек на место. Примечательно, что даже на участках люди подходили к кандидатам со своими проблемами. Безусловно, больная тема для нашего города – это дороги. Дороги, улучшение дорожного покрытия. Безусловно, это благоустройство дворов. И, конечно же, работу управляющей компанией. Ну и, конечно же, капитальный ремонт домов, который сейчас осуществляется по федеральной программе. Сделано в округе много. Создан благотворительный фонд старшего поколения. 2,5 тысячи человек пользуются постоянно поддержкой нашего благотворительного фонда. Большое количество программ разнообразных уже реализовывается в округе. Работа с обращениями жителей, их даже в процессе праймерис поступило очень много. И я надеюсь, что уже ведем работу с ученицами вализа по подготовке, помощи, написанию грантов. Президента Российской Федерации ждем волны. И будем заполнять, подавать заявки для наших общественных организаций. Общая явка по стране составила более 11%. Вечером того же дня Аркадий Фомин провел брифинг для СМИ. Он отметил, что работа в день голосования была организована на высоком уровне. Прежде всего для нас важно это высокое доверие рязанцев, так как сегодняшняя явка, она уже по предварительным подсчетам превысила 10%. Это абсолютный рекорд по участию рязанцев во всех предварительных голосованиях, которые проводились в городе Рязань. По городу Рязань. Сейчас продолжается подсчет голосов. Работа эта трудоемкая и может занять до трех дней. Но одно уже можно сказать точно. Главное правило – легитимность, прозрачность и открытость нарушено не было. Об этом свидетельствует и то, что половина кандидатов в городскую думу являются беспартийными. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Пилотные группы и невероятные по красоте замысловатые виражи. Все это надолго запомнится рязанцам. Со 2 июня над городом перестали летать военные самолеты. Связано это с окончанием всероссийского этапа одного из самых интересных и зрелищных соревнований – авиадарца. Как проходило закрытие, расскажет Валерий Седов. За последние несколько месяцев на полигоне в Дубровичах была проведена большая работа. Было установлено множество мишеней, притом выстроенных так, чтобы максимально приблизить обстановку к боевой. Также важно было обеспечить и защиту для зрителей. Все это было создано для того, чтобы провести состязание под названием «Авиадарц». 2 июня закончился всероссийский этап конкурса. Поздравляю вас с успешным завершением фиросийского конкурса летных экипажей «Авиадарц-2018». Ура! 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 Все время проведения конкурса пилоты показывали свое мастерство и активно боролись за право быть первыми. Как отметили командующие дальней авиации, соревнования прошли с соблюдением всех правил безопасности. В минувшие выходные были награждены лучшие из лучших победителей в семи разных номинациях на конкурсе. Они состязались в навигации и разведке, а также технике пилотирования и боевых применений по целям. Притом в этом году программа претерпела несколько изменений. В самой программе мы добавили количество полетов на боевых применениях. Эти мы достигли большей объективности в результатах. Второе. Есть такой элемент, тактическая задача, где мы проверяем готовность отдельных армий, объединений, выполнение задач по предназначению. Мы проверяем органы управления и проверяем готовность групп тактического назначения по выполнению своих задач. Как отметил командующий дальней авиации Сергей Кобылаш, в скором времени программа конкурса также может измениться. В будущем будем наращивать обстановку, элементы, ее делать более незнакомой, для того, чтобы летчики могли не только показывать свои высокие профессиональные качества в воздухе, но и, имея высокий теоретический уровень, решать эти тактические задачи и выполнять их с хорошим качеством. Экипаж из Твери занял первое место в номинации военно-транспортная авиация. В номинации дальняя авиация победил гарнизон Шайковка. Штурман вертолета Ми-8 получил приз губернатора Рязанской области. Лучшие экипажи будут отстаивать честь страны на международном этапе соревнований «Авиадарц». В августе этого года в Рязанской области пройдет уже международный конкурс «Авиадарц-2018». Для нас это большая честь. Со своей стороны региональное правительство сделает все необходимое, чтобы эти состязания прошли на достойном организационном уровне. Я желаю победителям и всем участникам соревнований дальнейших успехов в освоении военного дела, совершенствовании профессионального мастерства. В день закрытия конкурса зрители стали свидетелями интересного авиашоу. На истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов экипажи авиационной группы «Стрижи» показали комплекс фигур высшего пилотажа. Летчики авиагруппы «Беркуды» отработали программу с множеством перестроений в составе звена из четырех вертолетов Ми-28Н. «Сокол России» продемонстрировали элементы группового пилотажа и ближнего воздушного боя. 31 мая в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2018 год, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета, оперативным штабом в Рязанской области проведено командно-штабное учение. Главная цель мероприятия – отработка взаимодействия сил и средств оперативного штаба в Рязанской области, региональных органов власти, других организаций при проведении контртеррористической операции на объекте железнодорожного транспорта. По сценарию учения около 13 часов на территории железнодорожной станции «Рязань-1» в районе моста через реку Павловка обнаружено заложенное под рельсами взрывное устройство. В ходе осуществления первоочередных мер по пресечению угрозы совершения террористического акта отработаны вопросы организации оповещения и эвакуации граждан из опасной зоны. На предварительном этапе учения проведены практические мероприятия с отработкой вопросов, направленных на обеспечение безопасности, разминирование объекта железнодорожного транспорта, розыск и установление преступников. От ведения переговоров условные террористы отказались и выдвинули политические требования по отмене чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на территории Российской Федерации. В результате проведения боевого мероприятия условные террористы были нейтрализованы. Лето не только пора отпусков и отдыха, но и сельскохозяйственных и дорожных работ. Спецтехника, которая используется, при этом разная. Самое распространенное – это самоходные транспортные средства – тракторы и экскаваторы. От того, насколько правильно их эксплуатируют, зависит в том числе безопасность на дорогах. Поэтому ежегодно в регионе проводится операция «Частник». В ходе последнего рейда было проверено 15 самоходных транспортных средств. Андрей Малявин мастерскирует траншею под кабель. На английском экскаваторе-погрузчике GCP он работает более шести лет и точно знает все правила эксплуатации. До этого он много лет провел за рулем. Я так водитель по профессии. Сейчас стало все строго. Весы, тенцы – это мне как-то. На нем попроще, поспокойнее. Проще – это в том случае, если нет никаких нарушений. Как показала практика, у Андрея с документами все в порядке. На данном экскаваторе-погрузчике, мы сейчас остановили его, все документы у него в наличии, все в порядке. Техосмотр не просрочен, а страховой полис имеется. Вот и сверение тракториста-машиниста со всеми категориями, со всеми правами на управление и на работу имеется. К счастью, по словам специалистов, сознательных водителей все же больше. С начала операции было проверено более 2000 единиц техники, при этом выявлено 220 нарушений. Чаще всего встречаются такие, как эксплуатация техники, не прошедший технический осмотр, управление без удостоверения тракториста-машиниста, оно, кстати, обязательно. Нарушение правил государственной регистрации и правил ОСАГО. Не стоит забывать, что управление трактором или экскаватором требует наличия определенных навыков и соблюдения правил дорожного движения. Трактора – это самоходная техника, которая также является транспортным средством, и лизы, которые управляют данным видом техники, должны соблюдать все те же правила дорожного движения, должны иметь определенный уровень знаний, так как эта техника является также средством повышенной опасности. Чаще всего не регистрируют самоходную технику те люди, которые используют ее для собственных нужд, например, для того, чтобы вскопать огород. Но это является нарушением, за которое грозит административная ответственность. Штраф до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок до полугода. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Верхние городские сады поистине можно считать настоящим музеем. Здесь есть и сад камней, и памятник путешественнику на воздушном шаре, и аллея путешественников, на которой расположены бюсты великих рязанцев. 4 июня на знаменитой дорожке появился еще один памятник исследователю Аляски Лаврентию Загозкину. Лаврентий Загозкин с детства грезил морскими путешествиями. Уроженец Пензы, он поступил в морской кадетский корпус в Петербурге. Загозкин перечитывал книги русских кругосветных мореплавателей, рассказывающие о малоизвестных землях и племенах океании, о далекой русской окраине – Аляске. Мужчина проехал большую часть светом, но у него из головы не выходила идея покорить практически неприступный участок. Своей картой, основанной на определении широты и долготы примерно 40 пунктов, Загозкин создал основу для описания огромной территории в глубине Аляски. Также высоко оценили полученные сведения, собранные Загозкиным по климату, животному и растительному миру, ископаемой Аляски. Современники справедливо отмечали, что этот труд, написанный не специалистом-географом, не ученым, а рядовым морским офицером, отличается скурпулезной точностью и ясностью географических наблюдений и описаний. Лаврентий Загозкин внес в свое сочинение только то, что сам наблюдал и тщательно проверил. Вот почему даже спустя столетия наблюдения Загозкина остаются важным первоисточником для исследователей-специалистов. Поэтому неудивительно, что бюст Лаврентия Загозкина появился на Рязанской аллее путешественников. Хоть мужчина и родился в Пензе, он трудился и работал в Рязани. Рязанское географическое общество по праву считает его своим земляком. Случилось так, что продолжительно жил в нашем городе, трудился и прославлял Россию. А вот это, наверное, самое главное. Жить на благо Родины, служить ею и высоко нести наш герб, наше имя, имя России. Мероприятие посетил и глава администрации города Пензе Виктор Кувайцев. Он отметил, что память путешественника чтят в его родном городе. И, что необычайно приятно, здесь, в Рязани. Я уверен, что эта память будет передаваться из поколения в поколение. Мы стараемся это делать для того, чтобы не забыть свою историю и сохранить эту память. Мы этим живем. Мы этим сильны. Цель приезда мэра Пензы – это также подписание соглашения между городами. И как приятный итог встречи – совместно открытие бюста Загозкина. В церемонии приняли участие и праправнучка великого путешественника, а также директор Рязанского географического общества. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Жизнь современного человека далека от размеренного ритма. Многозадачность, активность и долгое пребывание на ногах. Все это может сказаться на здоровье ног. В клинике «Семейная» принимает врач-флеболог, который поможет вылечить даже самые сложные заболевания вен. Тяжесть в ногах может являться серьезной причиной для обращения к врачу-флебологу. В клинике «Семейная» принимает такой специалист. Он приезжает специально из Москвы. Пока раз в месяц. На приеме флеболог сможет диагностировать ряд заболеваний, среди которых сосудистые звездочки, варикозное расширение вен, флебиты, тромбофлебиты и тромбозы, а также трофические язвы. При этом, если некоторые проблемы, например, такие, как сосудистые звездочки, являются слишком металлогическими, то другие могут привести к серьезным последствиям, которые даже могут угрожать жизни. Но степень и опасность заболевания сможет определить только врач. Также флеболог назначит эффективное лечение. Обязательно каждому пациенту, приходящему к нам, мы не только визуально осматриваем нижние конечности, но обязательно смотрим на ультразвуковом аппарате. После чего, если мы находим какую-то проблему, барикозные болезни, если есть эстетические проблемы, мы строим какой-то план лечения. Что касается варикозной болезни, мы здесь можем предложить массу методов. Это, прежде всего, лазерная, эндовенозная лазерная облитерация, радиочастотная облитерация, микрофлебоктомия. На сегодняшний день появилась новая методика клеевая облитерация, то есть методика веносил. Это вводится в вену специальный клей. Причин заболевания вен достаточно много. В группу риска попадают те люди, у кого в семье были такие заболевания. Также фактором риска является беременность и долгое пребывание на ногах. Но методов лечения не меньше. И они зарекомендовали себя как эффективные. В клинике семейная можно как проконсультироваться с врачом-флебологом, так и провести лечение. Здесь постоянно действуют акции и скидки. Летом как раз у нас очень хорошее предложение. Мы даем до 20% скидку на лазерное лечение вены. На сегодняшний день это одно из самых эффективных лечений заболевания венозной системы нижних конечностей, в том числе варикозной болезни. Для того, чтобы узнать, когда врач-флеболог принимает, нужно позвонить по телефону 50 60 10. По этому же номеру можно записаться на прием. Также записаться к любому специалисту можно на официальном сайте. Клиника семейная работает ежедневно с 9 до 21 часа. Вас ждут по адресу заводской проезд, дом 1. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпания «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok